Дорогие соратники, приближаются неуголные выборы и, конечно, каждый перед собой ставит этот вопрос, идти, не идти, а если идти, то за колокольного совать. Начну с вывода, пойдете вы, не пойдете, проголосуете вы за кого-либо, в случае, если принятие второе решение идти, ничего от этого не изменится. Не так страшны выборы, как их результаты, потому что все жестко детерминировано, предопределено, все избирательное законодательство сверстано таким образом, что нет по-настоящему достойных партий, зарегистрированных и допущенных предстоящим выбором в Государственную Думу, так и нет по-настоящему достойных и проверенных с профессиональной, морально-нравственной и политической точки зрения кандидатов в этих партий. Это все старое засаленное колоно. Вчера буквально на лавочке, проходя мимо, я услышал, что непроизвольно, и это, видимо, ситуация, она по всей стране происходит, люди дискутируют о том, идти на выборы или нет. И даже люди политически не следующие, и будем так говорить, малограмотные, вчера произнесли такую фразу, вот, если бы русские националисты пошли, то, говорит, мы обязательно за них бы начали голосовать. И действительно, все социологические опросы, настоящие, народные, они вот эти покупные в ЦИОМ и прочие левады. Центры говорят о том, что если бы хоть на этих выборах была хоть одна национал-патриотическая партия, она бы набрала 70 и больше процентов голосов. Но нас специально не допускают, специально нас дезориентируют, какой уж год, начиная с 1993 года, когда после расстрела Белого дома начался новый этап современной политической истории, и перед нами крутится вот эта старая обойма из уже устоявшейся аббревиатурной «Единая Россия», «ЛГПР», «КПРФ», «Справедливая Россия» и есть им числа. И некоторые партии, такие как, например, «Справедливая Россия», или «Пенсионеры за справедливость», «Партия Роста», они вообще как политические партии несостоятельные, уже даже по одному своему названию, потому что в основе названия партии должна быть какая-то идеология, должен быть политический стержень. Что такое за справедливость? Да все за справедливость. И очередная, которую вы все прекрасно знаете, политическая партия, блесна, политическая мулька, это ЛДПР. Все прекрасно знают, как расшифровывается эта партия. Но в узком кругу ограниченных людей сам Владимир Вольфович говорит, что лучшее название и расшифровка этой партии не ЛДПР, а лучше делать правой рукой. Вот где она здесь, в этой партии, за русских, за бедных, не врать и не бояться, да лучше делать правой рукой. Потому что он знает, о чем говорит. Это партия одного человека, это бизнес-корпорация. Я в ней пробыл чистосердечно, и как простодушный русский человек, выросший в Сибири, вперед времени с 1996 по 2016 год. И был исключен с большой помпой в 2006. 10 лет пробыл. И был исключен лично Жириновским, Ексей, его комарили, включая всех депутатов тогдашнего созыва, 4-го, 2003-2007 год, все помощники. И справедливости ради хочу сказать, что из всех тогда присутствовавших, человек 70, в течение 2,5 часов меня психологически пытались подавить, и исключить, но ничего у них не получилось. Проголосовали против исключения только 2, и один воздержался. Все проголосовали в марионетке за. Так вот, что же это за политическая партия? Я, как человек из Сибири и окончивший службу морской пехоти, родившийся в Сибири, мне сложно было сориентироваться, и я пришел под этот прекрасный вот лозунг «За русских заветок». Начитался газет Владимира Гольфовича, все мне нравилось, все подходило, и мы начали работать. И таких, как я, ради справедливости, я хочу сказать, было до настоящего времени большое количество по всей стране. Люди по-настоящему честные, хорошие, достойные, полагали, что вот настоящая русская националистическая партия, либерально-демократическая, и это нам подходит. И Владимир Гольфович паразитировал на этом, и до сих пор продолжает это делать. Люди думают, что он националист, что он патриот, что он за русскими за бедных, что он не врет и не боится. А каковы их дела в прошлом и сейчас. Поэтому, как человек, 10 лет состоявший в ЛДПР, и в том числе, впервые за всю историю нашего регионального отделения, впервые избравшись единогласно, и два раза переизбиравшись также единогласно, региональным координатором Иркутской области, я могу свидетельствовать, постараюсь объективно, без очернительства. Взять положительные стороны. Да, на определенном этапе, особенно в начале существования этой партии, и до сего момента, лично Владимиром Гольфовичем, была проделана большая работа по изданию патриотических, различных газет, журналов. Огромное количество литературы, просветительского плана. Да, у него свой был и продолжает оставаться, неистый, не подтекст, чтобы как можно дольше, до самой смерти, желательно пробыть в Государственной Думе. Он всех упрекает в ближневизме, что все сидят на своих местах, пока их из колонного зала Дома Союза перед ногами не понесут. Однако, сам уже приблизился к этой черте, так же, как и Зюганов, и все остальные. Поэтому в этом есть плюс. Я даже скажу больше, что Владимира Гольфовича, я считаю одним из своих учителей, но учителем со знаком минус. Я во многих моментах смотрел и говорил себе, что вот так, как он относится к людям, так, как он лицемерит, выкручивается, так делать не надо. Поэтому да, он учитель, но со знаком минус. Идеальная для него должность, в должности председателя партии, заместителя фракции, он уже застоялся. Это была бы при русской власти его посылка в Израиль, нашим послу, чтобы он там кошмарил местное население. Поэтому на примере Владимира Гольфовича, как ни на одном другом, ярко видно проявление самого главного в жизни, кто это не понимает, национального вопроса. Когда Владимир Гольфович, он жиреноский, русский человек, то вы видите, как он выступает по Курску, в Крыму он выступал прекрасно, хотя не он пишет эти речи, но тем не менее он их озвучивает на различных ток-шоу, но это бывает не так часто. А когда в нем взыгрывает кровь отца юриста, то он начинает выкручиваться, юлить, голосовать так, как от него требуют. И вот этот дуализм, его поведение, он именно этим и определен. Был, чему я свидетелем, что Владимир Гольфович не поддержал лично мою русско-националистическую инициативу, когда я впервые был инициатором законопроекта, разработал его и внес об отмене пресловутой 280-282 статьи. Никто из фракций меня не поддержал. Хотя вы знаете, что накануне выборов постоянно кто-нибудь из окружения Жириновского высказывается, что мы обязательно отменим, мы уже накануне того, чтобы эту статью отменить, однако его сын не дам. Это лишь предвыборная уловка. То же самое статья 280. То же самое фракция голосовала по 121 закону, законы о монетизации льгот, кто-нибудь никогда всех пенсионеров решили льгот. 131 закон — это закон о реформе местного самоуправления, который наплодил огромное количество различных депутатов, депутатей же, а это же все нагрузка на бюджет, на экономику, как муниципалитетов, регионов, вплоть до федерального уровня. Была идеологическая диверсия при принятии закона о знамени Победы. Там во второй или в третьей статье значится, что копия знамени Победы может по виду походить на оригинал. Они преследовали здесь две цели. Чтобы на 9 мая все меньше было красных знамен, чтобы не было косвенной агитации за КПРК, но главная их цель, чтобы День Победы, 9 мая, превратить в некое подобие Дня города, Дня любителей пива. И что в День Победы можно вывешивать копии знамени Победы, но они не должны быть только красными, а могут быть розовыми, синенькими, голубыми. И сейчас мы это наблюдаем в областных центрах Субъектной Федерации и в Москве. Ну, соответственно, оттуда уже и недалеко до цветов раскраски ЛГБТ. Я был исключен за то, что был организатором и участником из Государственной Думы Единственной тогда, в 2005 году, первого русского марша, который прошел действительно мощно, тампезно, и власть тогда была бескураженная, и не знала, что же происходит. И психологические впечатления мои были, когда я пришел со Славянской площади, где был митинг после первого русского марша в 2005 году. Я пешком переместился к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину, где традиционно проводят ЛГБТ в этот день свои митинги. И было впечатление, что я пришел с веселой, разухавистой русской свадьбой, веселья, пришел на похороны какого-то демона. И это было убийственное, психологическое восприятие. На следующий год мы с группой моих помощников единолично разгоняли первый, и по этой причине он не состоялся, марш ЛГБТ. Они хотели в голом виде возложить голубые венки к вечному огню в Александровском парке. Представляете, что это за святотатство? Тоже Владимир Вольфович никак не отреагировал, наоборот, меня за это покритиковал. Я был автором закона об оружии, потому что только в рабском государстве, коим и являются обругу СССР, РФ, нам запрещают носить короткоствольное оружие. А статистика свидетельствует, как только разрешение в той или иной стране на это правоношение законодательно утверждено, там резко снижается как общеуголовное, преступность так и тяжкие, уголовное преступление, разбой, нападение. изнасилование. Я видел вот этими глазами это мошенничество, когда по социально значимым резонансным законопроводкам Владимир Вольфович голосовал один, соответственно, я полагаю, по согласованию сверху с Камнем, один против, а все остальные за. Для чего? Чтобы, если кто-то на митинге особо умный, или бабушка скажет, Владимир Вольфович, как вы голосовали по передаче китайцам островов за или против, за мультизацию, скажу, ну смотрите, я голосовал против, а все остальные за. Это сговор. И я свидетельствую, я из всей нашей фракции образца 4-го созыва был единственным после Жириновского у кого была своя карточка, она у меня хранилась здесь, для голосования. Все остальные карточки собирал его сын Игорь Владимирович, почему-то по другой фамилии он живет Лебедев. И, соответственно, ЛДПР создано как с листов для выпускания парок, как абсорбент, который всасывает в себя все протестное русское движение, начиная с 1993 года, а потом его утилизирует и спускает в канализацию. Поэтому, как бы кому не был симпатичный лидер ЛДПР Владимир Вольфович, и как бы к нему я не относился со сложными чувствами, признавая его сильные стороны и его объективно-позитивное влияние в плане просветительском. У нас даже сейчас некоторые соратники, которых мы знаем и уважаем, делают рассылку в электронной почте, что прошу вас проголосовать за ЛДПР. То есть люди с годами не растут, не развиваются, остаются на прежнем уровне. И сейчас, конечно же, есть большая вероятность того, что те партии, которые существуют на политическом непословении современной России, они снова пройдут, потому что всем остальным пройти просто не дадут. И погрешности в количестве голосов, которые получит та или иная партия, они самые минимальные. То есть люфты самые минимальные. Поэтому опять будет Единая Россия, которая по существу украла белогвардейский воздух за единую неделю, но партия так не должна называться, КПРФ, которая паразитирует на ностальгических чувствах некоторой части электората, населения и бедных бабушек и дедушек, которые осваивали бескрайние просторы Сибири, Дальнего Востока, возводили стройки коммунизма и объективно они молодцы. Да и я горжусь тем, что я был честным коммунистом и был этап в моем эволюционном развитии. И я считаю, что честные партийцы заблудшие есть и в КПРФ, и в ЛДПР. Но предательство, как показывает практика и исторический опыт, это всегда верхушка. И сейчас на выходе в Пульскоре мы говорим об ЛДПР. Там, за исключением очень небольшого количества людей, никого не осталось из тех, кто раньше был, истинных приверженцев русской национальной идеи. Остались карьеристы, прихлебатели, приспособленцы, которые лакествуют и поддакивают Владимиру Вырховичу. И он сам об этом знает. И по-человечески ему жаль, что все равно придет когда-то ему финал политический. И как каждого нас ждет и жизненный, потому что из этой жизни еще никто не вырывался живым. И он останется один, потому что всю жизнь он изворачивался, лгал, лицедействовал и ради чего спрашивается. Поэтому заканчиваем этот краткий обзор хронологии деградации. Лучше делать правой рукой или ЛДПР. Я бы хотел в заключении сказать, что каждый из вас волен сам определять, идти ему на выборы или нет. Я принял для себя решение как член штаба Русского национального фронта, что на эти выборы лично я не пойду. Нет никакого смысла. Смысл будет только тогда, когда придем к власти мы. Конкретно мы или те, кто разделяет нашу точку зрения. Это русские националисты. И когда русская власть будет в России, тогда все пойдет семимильными шагами. А сейчас все это декорация, имитация, ложь и пропаганда. И самое последнее. Вот сегодня, например, газета метро, которая распространяется в метро, и написано «Русский русал». Человек не сведущий думает, у нас ведь Россия, она государство русского народа, русские русалки, везде мы можем видеть там русское лактор, русский сахар и так далее. А на самом деле в юридическом смысле русские существуют только в трех видах. Мы делали запросы и получили ответы. Это русская водка, русский сувенир и русский уют. А русского народа нет даже в Конституции. Поэтому о чем говорить дальше? Что НДП не является никакой русской, никакой патриотической, тем более никакой националистической партии. И ее ждет, как говорит сам Владимир Жириновский, стыд, позор, канализация и историческая свалка. А нас ждет светлый путь русских националистов. Победы, водружение русского флага на всех самых значимых зданиях. Россия, объединение, единое государство, Россия, Белоруссия, Украина и Пренестровья, Южного Рурала, Аляски, Алиунских островов, Сан-Франциско. И так будет. Поэтому, дорогие друзья и уважаемые соратники, никакого уныния, то, что мы сегодня с вами говорим о выборах, не нужно возгонять, как это говорят химики и мы, политики, это в какой-то абсолют. Склынет вся эта пена, эти выборы, будут следующие выборы, но мы должны готовиться к тому, что в России будет русская власть. Всем спасибо, слава всем нам, слава Руси, слава России. Спасибо.